всем привет мои дорогие сегодня я приглашаю вас на свою кухню я решила приготовить запеканочку картофельную запеканочку с мясом и с грибами и так буду показывать как я это делаю что мне понадобится для запеканочки для тех кто хочет готовить со мной вам необходимо картофель грибочки шампиньоны лучок одно яйцо куриное масло сметанка для пюрешки я взяла остатки сыра буду использовать и также добавлю pepper jack cheese это остренький сыр с халапеньо мяско я взяла немного куриного и свининки и специи нужен нам перец соль и буду добавлять чесночок и так начнем готовить и так пюрешечка уже готовится теперь я буду рубить маску я решила не использовать мясорубку а сделать ручную достаточно мелко я это делаю думаю что будет так вкуснее хочу попробовать таким способом и так начинаю резать лучу решала застопорилась решала как резать лук или же мелко или же такими длинными полосочками не знаю и кажется полосочками будет вкуснее он будет связывать фарш режу полосочки я поставила сковородочку нагреваться и сейчас буду обжаривать рубленое нас у нас и немножко поджарится потом лучок брошу а грибочки наверное я буду обжаривать отдельно также сейчас их порежу как быстро нагревается нашу новая сковорода сюда лучок лучок и на бочок и режем грибочки и подготавливаем грибочки буду резать крупненько так как они уменьшаются в размере помешиваем давно я не готовила эту запеканку все никак руки не доходят пюре пюре что уже готово картофель отварился сейчас я буду делать само пюре солю соль убирает воду лишнюю с мяса готовлю пюре готовлю пюре сливаю водичку добавляю масло добавляю черный перец в пюре яйцо добавляю добавляю немножко муки жменичка добавляю сыр пюре в Америке очень любят пюре готовить с сыром все пюре готово накрываю крышечкой и отставляю жарю шампиньоны обжариваю вода вышла добавляю лук буду я готовить запеканку в такой формочке тортовой вот такая есть у меня специальная бумажка и застилю вокруг соединяю добавляю добавляю чесночок вот такая начиночка форму я уже подготовила зажигаю духовку что я хочу добавить в фарш это немного сметаны все таки я боюсь чтоб фарш не был сухим начиночка начиночка уже готова пюрешка уже готова натираю теперь сыр берите сыр какой у вас есть в доме вот столько сыра у меня получилось выкладываем первый слой пюрешечки выкладываем первый слой пюрешечки какая красивая пюрешечка с черным перчиком сыром вот смотрите я сделала углубление и бортик теперь я в это углубление буду выкладывать фарш все расчет был правильный видите достаточно и фарша и пюрешечки вот так выглядит подготовка запеканочки теперь я накрываю это фольгой и буду запекать в течение 20 минут при температуре 200 градусов вот запеканочка почти готова я еще нанесла слой сметаны теперь я сверху посыплю с тортым сыром и снова будет запекаться минутки 3 пока сырочек запекается я нарежу свежую зелень которую я буду посыпать сверху при подаче я вынула уже запеканочку не очень она золотистенькая у меня получилось почему-то вроде бы температурка была подходящая так посыпаю зеленушкой петрушечкой немножко дам ей остыть и потом вам покажу как она получилась в разрезе пришло время раскрывать запеканочку посмотрим что у меня получилось девочки да цвета нет золотистого не очень хорошо мне уже не очень нравится ну что я попробую резать хотя еще пар идет должна немножко постоять дольше взять форму ну что мои хорошие все запеканочка готова смотрите какая красотища и вкуснотища получилось мы дали ей немножко времени остыть чтобы разрезать но дел меня торопил он любит есть только горячую пищу я уже начала разрезать конечно же немножко есть погрешности приготовление видите вот я ее разрезала в горячем состоянии и край провалился я так думаю что я немножко переборщила со сметаной поэтому вот так получилось и что еще мне не понравилось это нет золотой корочки опять же нужно было немножко повысить температуру было бы более презентабельное блюдо на вкус шикарно шикарно обалденно всем рекомендую приготовить по моему рецепту оставляйте комментарии что по вашему мнению я сделала не так подскажите оставайтесь со мной до следующих видео пока пока